Можно посмотреть, почему вас привлекли эти отношения, почему вы туда вошли. Может быть, это страх одиночества, может быть, это желание просто, чтобы у вас были отношения, потому что вы подвержены влиянию общественности, потому что мнение других людей о том, что если у вас отношения, значит, с вами всё в порядке, для вас было главенствующим, и вы не задумывались о том, а вы с этим человеком дышите одним воздухом, у вас одни ценности, у вас одни смыслы или нет? Однажды придётся задать этот вопрос. Ваня, у нас есть к тебе вопрос. Что делать, если я увлечена духовным развитием, но мой партнёр не поддерживает мои интересы? Ему лежит бы в баре посидеть с парнями или поиграть в приставку компьютерную. Это значит, что нам пора расстаться или мне нужно научиться уживаться с разными интересами? Это очень провокационный вопрос, на который я слышу очень часто и на который ответить я не могу. Я не знаю, что вам нужно сделать. Я не знаю, насколько сильно ваше стремление к собственному духу, к духовному развитию. Единственное, что я могу сказать, что если вы устремлены очень серьёзно, очень глубоко в каком-то направлении, то было бы хорошо, если бы вокруг вас были бы люди, которые дышат с вами одним воздухом, которые вас поддерживают в вашем устремлении, которые делают вас богаче. Всё-таки выбор, решение, оно остаётся за вами, это ваша ответственность. Я его на себя никогда не возьму. Но могу сказать, что как Амар Хаям однажды сказал, что лучше голодать, чем что попало есть, и быть одному, чем вместе с кем попало. Но решение всё-таки за вами. С одной стороны, можно посмотреть, почему вас привлекли эти отношения, почему вы туда вошли. Может быть, это страх одиночества, может быть, это желание просто, чтобы у вас были отношения, потому что вы подвержены влиянию общественности, потому что мнение других людей о том, что если у вас отношения, значит, с вами всё в порядке, для вас было главенствующим, и вы не задумывались о том, а вы с этим человеком дышите одним воздухом, у вас одни ценности, у вас одни смыслы или нет. Однажды придётся задать этот вопрос каждому человеку. Но, может быть, страхи перевесят, и вы останетесь в этих отношениях. Но тогда осознанно просто будете стараться примиряться с тем, что есть, находить какой-то компромисс, находить какую-то середину внутри себя. Может быть, кто-то в такой же ситуации однажды осознает, что есть что-то очень важное внутри, есть какой-то более глубокий смысл в своей жизни, и никакие страхи получить осуждение от окружающих для вас уже не имеют той силы, как раньше. И тогда вы по-настоящему идёте к самому себе, к самой себе, вот в этой сути, которой вы являетесь внутри. Однажды нужно принять это решение. Для этого хорошо нужно узнать себя. Мне кажется, что тут по вопросу девушка хотела бы быть рядом с духовным, наверное, человеком, и считает, что партнёр, который посидит в баре, ей как бы не подходит. Ну, смотрите, мы всегда можем начать с себя. У нас всегда есть хотя бы один очень важный выбор. Это менять себя, менять себя к лучшему, менять себя, делать из себя человека более доброжелательного, любящего, принимающего. По сути, становиться человеком, который открыт к этим духовным великим качествам. Есть одна тайна, есть один секрет. Другие люди начинают это воспринимать и присоединяться к этому. За моей спиной колоссальное количество примеров, результатов, свидетельств о том, что это именно так и происходит. Кто-то один из моих студентов, из моих учеников в семье делает себя лучше, он трансформирует свои негативные черты характера, он становится более радостным, более устремлённым, более энергичным, более живым, более настоящим, и вдруг замечает, что другие люди, другие члены его семьи, они к этому присоединяются. Они вдруг видят эти изменения, они заражаются, и всё меняется. Поэтому попробуйте продолжать в этом направлении, как минимум используя этот самый важный аспект, делая что-то с собой, посмотреть, дать шанс другим тоже измениться вслед. Субтитры создавал DimaTorzok